Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Вижу лилию. Считывается Наталья Гончарова и переносит какой-то портрет с одного места, ну вот, как будто бы отсюда. Вот идет движение в сектор интерферента. Оттуда из сектора интерферента слышу звук, как будто кусает кто-то что-то. Вот этот портрет Пушкина, вижу, кучери его. Такая зверюга там. В секторе магии вижу группа людей, которые вот сидят. Вызывание духа. Подключка идет именно к этому портрету, такая прозрачная. И в сектор принятия решений. Потом слышу гул, так гул, как идет кто-то с сапогами. Пришел. И положил какую-то фуражку, как красноармейскую такую, на стол. Под ногами. И вот так как под ногами у Лилии, но считывается, постоянно звучит, как Наталья Кончарова. Наталья пришел, положила тушь. И Наталья, которая там стояла с этим портретом, была большая. И вдруг шух уменьшилось, и вся ушла в сектор интерферента. Хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего, поднимайся выше. Да. Еще три. Найди эфирное пространство, эфирное тело, Лилии. Один, два, три. Я ее вижу, энергосфера как-то разделена на двое. Сверху, где голова такая, черная энергия, а где ноги, ну там обычная, прозрачная. И говорит, что он ее поглотил. Кто это поглотил ее? Так, давай я считаю ее эфирное, не отвлекайся. Хорошо, Виктория. Считай эфирное ДНК, Лилии, она ли это? Я ей передаю, чтобы она сняла эту энергию из головы. И она ее вот так приподнимает. И она упала, как таз такой, какой-то медный. Она выросла вдруг. Взяла этот таз, который вообще всю покрывал ее энергосферу. И он ее упал, вот так прям звуки такие. Потом берет, а это такой маленькая, этот таз начал уменьшаться, она увеличивается. И этот таз превратился в тарелочку для вызывания духа. И там один сегмент выделился. И там какая-то римская цифра. Вот она идет. Так, в эту сторону. Сейчас я ее разверну, посмотрю, что это за цифра. Какая-то цифра, которую, когда я хочу рассмотреть, то там срабатывает такая программа, как спираль, чтобы типа скрутить шею. Скрутить шею. Вижу такая программа черная. Я слышу, а так, посмотрю, где в той ситуации. Лилия. Лилия. Она говорит, что она им поддалась. Так, сейчас я считаю ее. Считаю. Да, это она. Даже фамилия прозвучала. Лицо увидела. Интересно. Спросил у Лилия разрешение. Да, разрешение потрудиться с ней и для нее. Она разрешает. Она говорит, что разрешает убрать колдуна. И говорит, что он ее съел. Приказывает ему колдуну проявиться соответствую его физической ДНК. В секторе магии проявляется образ Сталина с этой такой трубкой. И это вот его была эта фуражка, которую он поставил буквально под ноги. в сектор Духа. И вижу, что вот с этого образа, прямо из его глаз, как будто бы из черепа, вылазят такие черные энергии. И проявляется как тельняшка. А он это смотрит. Да, Илья, но почему-то идет монастырский. Ну почему? Потому что он брал ее энергию в себя, творца. И поэтому он ее поглотил, мону. И поэтому считывается, что... Вот я вижу, он вампир. То есть он внутри... Ему нужна была мона для того, чтобы создать ореол святости. А сам он выглядит, вижу, как будто... Такой каркас металлический, как ребра, вот эти полосочки черные, которые удерживают внутри энергию моны. А энергия остальных у них вот так спрессована, у него забита в нижних чакрах. Они такие плоские и как сжаты вот так. И я вижу, как он буквально через него... Он портал, человек портал, через которого уходят энергии его этих соратников, которые занимаются его магией, которые верят ему. Вот он их просто... Энергии утекают к интерферентам. И там их поглощают, их там укладывают. Я вижу такой эгрегор. О, я тут уже когда-то была. Вижу, что эти энергии, сплюснутых этих душ, вот этот зверь черный укладывает, как младенцы, вот так, как куколки. Вот так укладывает, такими вот штабелечками, такими кругами по кругу. Барабан. Считывается барабан мести за предательство себя. Такая своеобразная машина саморазрушения и самоуничтожения человека, когда человек придает, я слышу, смысл жизни и подвергает себя смыслом смерти. А что такое смыслы? Там такая энергия противная. Смыслы жизни – это... Слышу коды жизни. Коны или коды. Это одно и то же. Ну, почти. Кон – это как предложение воспользоваться кодом тем же. А код? Ну, это как программа жизни, скажем. И я смотрю, где же Лилия. И слышу, она умерла. И вижу, как ее... Почему-то идет фамилия. Этот шлейф тоненький, как ниточка. О, это линия жизни. Эта ниточка уходит в сектор интерферентов. И там ее энергосфера стала как плоский диск. И вот этот зверь кусает, пожирает ее. И считывается, она умерла, отказалась от жизни. И я сейчас посмотрю тот момент, когда это произошло. Это произошло в тот момент, когда она, вот я вижу, снимает этот портрет. Я слышу вызывание дьявола. Сейчас я посмотрю. Она такая там веселая, беззаботная. Ее буквально, когда я подумала, ее как подбили, как будто бы ударили. сбили с толку. Кто-то из сектора магии. Кто находится в секторе магии, приказывает править согласно физической ДНК. Я вижу, что какой-то человек, но он выглядит, как зверь такой. Встает над столом, эти вот все черные сидят, а там, где эта римская цифра, там вот Наталья Гончарова, там считывается цифра семь. По-римски вот так. Семь и две полосочки. И я слышу, что это сегмент мести божественной душе. Все остальные, они поглощены, они черные, считываются неживые. Вот эти, которые сидят там, вызывают духов. Один этот, они вообще, как будто бы их нет. Считываются мертвые. Вот эти все, которые сидят. И одна только Лилия, или как считывается Наталья, Гончарова так и звучит, сияет. Я сейчас в том моменте вижу, что она сидит и ее руки, как будто бы захвачены. И вижу, как ее руки, вот эти черные энергии, проникли вот так как-то сквозь вот эти меридианы и образовали такую петлю, которая заканчивается, вот завязывается там в этом человеке. Он считывается мародер, упырь, конструктор мести. Я ему приказываю отвечать, что он делает в пространстве Лилии. он говорит, что он ее соблазняет, говорит, на секс с дьяволом. Сейчас, почему на секс? Что это означает? Я вижу, как Лилия в том моменте переносит свою живую энергию. Она просто живая, как живое существо. Она вынимает из своих нижних чакр эту энергию и отдает. Так и слышу упыря. И в этот момент по таким каким-то ниточкам дернулся дух Ильи, тот, который в нем живет. Это черные эти программы по этой сеточке черной. И он, я слышу, закурил. То есть он как ожил. Вижу. То есть он в пространстве вот эта конструкция была. И она только ждала, когда соблазнят эти друзья, так называемые лилию, чтобы она встроилась в эту конструкцию, в эту ситуацию. Эти все друзья, с которыми она это делала, они на самом деле уже мертвы в духовном плане. и тогда были мертвы. Потому что делали мертвые дела. То есть они выбрали дела смерти. Считываются даже на тот момент мертвые. Вот. И я слышу, что лилия возбудила дух Сталина, дух Ильи Цельнозура. И вот это слышу почему-то по-английски Ванити, что означает типа макияжный столик, что-то смотреть в зеркало. И в этот момент он получил доступ к ее подсознанию. Я слышу как в зеркальце. Вот оно Ванити. Получил это как в зеркальце. И он на него смотрит в том моменте и видит. Видит ее, считывает. И я вижу, как эти энергии ее, которые получил Антимир, начинают как притягивать вот так как тянут как нити, так из сектора принятия решений я слышу последующие события. Я слышу, что идет уплотнение реальности, приближение смерти. Вот это да. То есть весь механизм вот тебе налицо их программы. почему эти Наталья Гончарова она тоже вызывала в том воплощение духа. Почему она проезжает? Я вижу, что у нее портрет этого Пушкина. Сейчас я посмотрю, что это за портрет. Сейчас я с ней поговорю. Она как будто пыль вытирает из этого Пушкина и говорит мой милый. Вот. Я спрашиваю ее почему она этот портрет держит. Передаю информацию о всех этих ситуациях. Она говорит он мне дорог. А я как раз думала почему же это не ушло когда должно было уйти эта ситуация. Вот ответ. Он недорог говорит и показывает вот этот портрет который Лилия нам показывала и этот ее портрет известный и говорит я его ждала то есть получается что Лилия как бы энергия Пушкина для него имеет значение этот Пушкин он для нее дорог и она его не отпустила то есть самого как человека и поэтому вот этот сеанс как бы прошел но не дал результата я вижу два тесны ну их больше было это то что она запомнила на самом деле ее буквально бомбардирует этот цельнозор потому что он пробрался по ее секретным тропинкам психоэмоциональным энергоинформационным так я этой Наталье показываю она говорит я его ждала показывает семь лет это Наталья ждала его получается да Наталья Гончарова ждала его семь лет что произошло после семи лет она говорит я перестала ждать а почему у нее сохранилась эта привязка если она перестала его ждать почему она его не отпустила она отвечает я его ждала говорит сохранила память потому что нас с тобой не было там и не было кому почистить ее и убрать эти привязки к мужу изменнику а привязка это эмоциональная таки осталась потому что я вижу что когда она вот это этот портрет висит в эфирном пространстве как программа с левой стороны она как бы ухаживает за ним пыль вытирает но ее энергия уходит в антимир она вот у нее она тоскует и так дальше поговори с этой Натальей скажи что к чему это приведет вся эта тоска все это эти зацепки я ей показываю и что интересно это энергия черная которая вот как заменила ее энергию в этом портрете она уходит а ее энергосфера увеличивается и она вот так смотрит на себя не узнает прямо как ее энергосфера увеличивается я вижу как она поднимается вверх я ей передаю чтобы она полностью забрала вот это зеркальце которое оказалось в руках у Ильи оно образовалось вот тогда и считывается печаль печать вот оно что печаль воспроизводит печать как это зеркальце которое помогает считывать этим колдунам потому что печаль это неправильное чувство она не должна была печалиться о нем потому что он ее предал и пусть себе уходит я эту ситуацию показываю она берет информацию и я вижу как она как будто бы такая картина идет вот пушкин лежит есть такая картина как его типа ранили и он там лежит и она берет и этим же портретом этой черной энергии ударяет его именно по нижним чакрам она говорит предатель и выходит с этой ситуации вот в платье идет я вижу она снимает этот портрет и выбрасывает и вся ее энергосфера вот здесь сердечная чакра засияла и она поднимается вверх вот она поднимается вверх я ей передаю чтобы она приказывала этому пушкину его духом а он считывается служитель чмы в нем такие черные энергии просто жуть понятно он тут стоит без штанов без трусов интерферентов его дух там находится до сих хорошо после или отдает ему все слова то печаль я передаю этой сияющей части души его всю эту информацию и передаю что он может отказаться от привязок к антимиру если он хочет он эту информацию берет ну ладно я это отсоединяюсь пусть делает что хочет с ней и вижу Наталья снова Наталья показывает мне что на руках у нее браслеты и кисти рук как будто отрезаны и что это за браслеты что это за энергия какие черные руки сейчас какое-то принятие решений выйти замуж и в секторе принятия решений она выходит замуж свадьба в секторе магии находится какой-то император что это за император кто он такой приказуем отвечать она какой-то как будто бы император их венчает такой первый раз вижу чтобы император венчал кто второй с ронански сейчас я хочу посмотреть что произошло во время этого на что согласилась Наталья выходила замуж я слышу что она согласилась принять Александра трусы и я вижу что в секторе магии какое-то существо как дух программа и этот Пушкин лицо Пушкина и на нем такие трусы сбоку завязочки какие-то как такими шортиками сделаны но очень тугие и очень черные я слышу это программа бесплодия и всю его вот эту энергию из нижних чакр вот этот имплант буквально выдавливает я слышу что Наталья согласилась принять и вижу как она просто берет и примеряет на себя эти трусы в этот момент ее энергия начала ну вот так она эта конструкция она как выдавливает эта энергия просто вот так выдавливается ее через нижние чакры я слышу перестала быть собой так хорошо и вот это согласилась быть слугой дьявола и наложницей дьявола то есть он почему он такой черный этот пушкин я слышу что он одержим во время посвящения вот я вижу какие-то красные штуки да во время посвящения масона вижу эти символы знаки и я вижу что слышу что он предшественник вот предшественник более могущественного масона вижу Сталина но здесь не идет смысла вот так как масон но масон тоже но больше как какой-то служитель буквально по-украински слышу пекла то есть ада он предшественник а что это он предшественник он помог я слышу вод водрузиться водрузиться знамени смерти и вдруг в этом знамени смерти вот так вот черный появляется мавзолей и это лицо Ленина жутко а лоб у него светится я слышу энергии перечащающихся и вижу те которые вот идут в этот мавзолей они как бы берут частицу смерти этого трупа на себя признают себя мертвыми это блин вереница вереница этих людей кошмар какой-то вот сейчас я это показываю Наталье эту всю ситуацию проявился вот так слышу Илья Цельнозор вот так очень громко в секторе магии то есть Сталин был предшественником князя мира Илья считывается вот этот дух в нем князь мира считывается распределитель он дух смерти вот это разрушение вот это все он считывается вот как он говорит что он великий колдун князь он хочет быть князем всего мира он больной на всю голову этот Илья он хочет быть президентом мира он считывается князь а князь этого мира это вот Люцифер потому что ему как бы отдана эта власть на то время на короткое время чтобы он типа доказал свою правоту и вот он доказывает свою правоту и он вовлекает людей спиритические сеансы и спиритические практики для того чтобы типа доказать первотворцу что он имеет право и я вижу как он вот это этот Люцифер он себя называет первотворцом я спрашиваю вот пространство почему я вижу почему потому потому что на нем в нем он как поглотил энергии сияющие энергии первотворцов тех которые творили сотворяли миры и эти энергии в нем как сияют потому что свет он везде свет вот сияют и он я слышу он их разоблачает с одной стороны они создают вокруг него такой ореол с другой стороны вижу как закручивается вот эта штуковина вот эти веревочки которые тянут эти души а есть ли да там душа Натальи Гончаровой которая освещает этого Люцифера дает силу ему и я слышу в когорте дай мой дниф то есть эти демонической власти демонической власти которая вот разрушает мир находится как бы и воплощаются эти духи физических людей вот в таких как вот Пушкин сам тогда выбрал это сделать каждый человек проходит момент посвящения и я вижу что для Натальи Гончаровой момент посвящения в демонический культ это была свадьба с этим демоном Пушкиным а в этом воплощении это именно я слышу семерка вот это римское когда она вызывала дух духа Пушкина я слышу что она сотворила реальность вот в антимире я вижу как создается ее реальность уже как огромный такой шар экран и уже ее божественная душа как запечатана в этих низковибрационных энергиях и это и есть вот эта миска на голове черная этот типа имплант импланты сами человеки делают себе своими решениями их соблазняют естественно и соблазнитель по конам всесвиту обязан забрать свой соблазн все его энергии и все я слышу покрыть убытки от воздействия о это как на физике гитлер развязал вторую мировую войну платил репарации всем путин до сих пор еще платят еще не выплатили 30 процентов их зарплат отсчитываются путин развязал войну все люди будут платить репарации украине пока не восстановят и не выплатят вот оно как работает и в эфирном плане по отношению каждому отдельному человеку работает тот же принцип возместить поэтому они так стараются найти уловки зацепки для того чтобы не допустить возмещение убытка потому что по конам всесвиту они должны в 10 раз больше компенсировать всех убытков энергетических я вижу вот эта энергия сияющая Натальи Гончаровой она как в сердечной чакре вот так у этого Люцифера находится она вот смотрит она как подписывает как будто бы в Советском Союзе стоит вот так смотрит как она подписывает этот брачный контракт и там написано взять его трусы давай рассмотрим что это за трусы такие что это за энергия такая трусы что это такое я слышу сжать и сжимаются нижние чакры а по энергетическому стволу это черная энергия проникает вверх она выдавливается вверх и окутывает выходит как фонтан она пробирается к седьмой чакре это механизм подключения к Люциферу потому что седьмая чакра отвечает за связь с первотворцом жизни божественная душа а здесь идет захват энергосистемы человека и перенаправление его энергетических потоков духовного зрения направленности ума всего этого в антимир и этот называет себя вот он Люцифер так и звучит первотворец сейчас я ему его спрошу чего он первотворец и он говорит что он первый создал ларец какой-то ларец так он не творец а ларец но это я так утрирую и возле его правой ноги он открывает как ларец такой и я вижу внутри этого ларца находится слышу механизм жизни какой-то механизм просто как крутится там внутри такая штуковина в виде яйца энергия так крутится сияет но она не сияет а так как-то лучей нет но так как-то как живая а внутри этого черная как игла это веревочка такая точно яйцо которое внутри от одного полюса до другого от низу до верху имеет вот эту спираль видную как белковую штучку как веревочка закручена считывается спираль ДНК смерти так интересненько и что и он говорит что он сотворил это чудо и он я первый это изобрел говорит я ему передаю что он первотворец смерти да и он подтверждает что он создал говорит эгрегор смерти энергоинформационную программу смерти говорит что заключил эту программу в ДНК человека сейчас посмотреть каким образом и он говорит по его желанию то есть по желанию человека я говорю то прямо уж таки по желанию потому что я вижу какой-то жуткий катаклизм я слышу насилие это ложь что по желанию человека нет нет это правда он соблазняет создает условия где человек принимает решение ради физического выживания или по интересу или по какому-то другому случаю сам вот как с вызыванием духов да лилия пошла сама по своему желанию и села то есть она проявила волю и вот эта воля это и есть вот эти энергии которые светятся и освещают блики вот эти создают и ореол святости это точно так же как я смотрю вот буквально вчера мельком вот этого какой-то этот Кирилл типа а мне сразу идет мишка япончик то есть он же считывается что это никакой и такая картинка показывают этих прихожан и вот я смотрю на эти лица и думаю и что в голове у этих людей и они смотрят на этого чуда как на Бога и сразу мне идет информация из Библии в Новом Завете в последней книжке написано что сядет в храме Божьем Бога и будет себя за Бога выдавать так это о нем и написано между прочим если почитать последнюю книгу Библии вот это так поразитесь там и про ООН написано про Россию и про эту войну и про Гундяева про это все написано просто нужно взять и почитать так а вот этот люцифер вот это все таки его ответственность за то что он подстроил эти ситуации человеку чтобы он выбрал эту смерть вот это его ответственность за вот эти все махинации это не грустно ответственность это человек за свои решения ну человек что-то уже решил ну да ну человек жертва в этой ситуации жертва всегда выгодна ситуация по сравнению с насильником почему потому что насильник получает карму а жертва очищается от этой кармы потому что по отношению к этому человеку было было предъявлено какое-то насилие проявлено какое-то насилие поэтому всегда насильник тот кто нападает всегда в худшей ситуации потому что у него нет выбора у жертвы всегда есть выбор жертва или может согласиться дальше продолжать быть жертвой или наоборот отказаться вот что мы делаем на наших сеансах то есть люди человеки отказываются принимать эту прогибаться под насильника да и вот такие трусы а что же это трусы это как раз я слышу коды безбрачия а что такое безбрачия код в этом духовном плане я слышу отсечь от первого творца жизни о теперь понятно стать бесплодным и я слышу бесплодным интересно бесплодный и бесплодный это одно и то же слово бесплодие то есть и без плодов то есть тот кто на физике перестает приносить плоды разума плоды счастья и жизни и то есть делает плохие дела вот это понятно вот эта зацепка вот эта спиралька в его ларце это генетические коды которые имеются в человеке и они провоцируют эти коды провоцируют тянут увлекаться скажем так эзотерикой тянуться к этому к этим практикам к вызыванию духа к этой мистики это программы вот эти так называемые импланты ну импланты это программы которые программы сам человек себе устанавливает тогда когда он принимает решение и начинает действовать в согласии своего решения так игла что такое это код смерти я слышу священный разум вот он живой такой я вижу тут момент как во время этого ритуала считывается жертвоприношение вот этот ритуал вызывания духов это ритуал жертвоприношения как сама лилия как несет эту энергию живую я слышу ареал святости то есть человек отдает свою божественную душу взамен получает код смерти хорошо лилия отказывался отказывается от этого вызывания духов пусть она откажется и откажется от венчания с этим пушкиным если она хочет отказывается так сейчас интересно сейчас я хочу там рассмотреть там вот это считывается у этого люцифера вот идет как краса богов вот эти энергии которые он налепил из сияющих частиц душ а еще какие расы бывают а еще идет он говорит что идет и еще есть раса он говорит моих сыновей сотворенных мной и с его правой ноги я вижу идет это подключка в сектор магии то есть это его слышу духовные сыновья о это те которые подчиняются его диким программам я вот поэтому вижу что вот эти все сидят которые вызывали духов это все они считываются мертвые сыновья люцифера потому что они занимаются этими вызыванием духа как для них это нормально то есть они это принимают как нормальное что-то они воспринимают эти программы как что-то нормальное ну в России же то же самое происходит для них убивать украинцев грузин сирийцев это нормально то есть даже не доходит ничего что это ненормально вызывать духов мистицизм типа это нормально так везде по всему миру осознанности нету и понимание последствий смотрю я тоже украинский канал политический новостной они берут интервью у какого-то астролога там конечно умные люди пишут столько комментариев что уже с ума сошли что вы делаете зачем это ну что это в голове у человека ну понятно путин к этим шаманам ездил эти к астрологами ну конечно своя фигня так хорошо виктория вот этот венчание лили спроси как она хочет поступить в этой ситуации хочет ли она она говорит что она отказывается от трусов безбратья бесплодия и я вижу как этот пиндер духовный просто вместе с этими трусами уходит а этот его как шмякнуло этого пушкина он ну как в пахе ему дали знаешь согнулся вот так и я слышу что гончарова приняла другое предложение вот и выходит с этого пространства я ей передаю чтобы она расторгла этот контракт она разрывает его соглашение выходить замуж и я вижу за этого упыря и вижу как символ этого какого-то императора а это программа император мира вот почему у этих людей вообще крыша едет Путин же тоже как он говорил президент мира как это он может быть президентом всего мира это вообще абсурд то есть шизофрения полная точно так такое идет от Ильи от Сталина то есть вот эта вся демоническая власть они хотят захватить всю власть но на физике ну смотри как оно работает интересно вся власть отдана дьяволу до какого-то периода этот период уже закончился заканчивается не закончился но люди вот они поддерживают эту демоническую власть поддерживают когда они вызывали духа магия насилие все такое а другие противостоят этому и вот этот лицифер хочет чтобы те кто противостоит кто проявляет свет доброту кто живет по программам и по кодам жизни чтобы их тоже вовлечь в эти ситуации чтобы они тоже выбрали смерть переложить ответственность конечно и я вижу как Наталья в том воплощении она этот портрет убирает со стены и снимает эти трусы под ключ убирает я ей передаю чтобы она стерла со всех информационных полей приказывала этому этой власти этому императору и этому пушкину его всем этим источнику антимира вот этому люциферу убирать все подключки и возмещать ей убыток и урон и вижу как эта миска с головы слетает и вот так покатилась типа знаешь как бросить миску а ее божественная энергия как жемчужина огромная поднимается вверх возвращается к ней я передаю чтобы она очистила все ее энергии от энергии смерти от кода в смерти вернула себе жизнь гармонию процветания и с нее такая черная энергия сходит и она говорит нет я услышала и вижу там в секторе магии она встает из-за этого стола и вот эту цифру 7 римскую ломает поломала и вижу как этот Илья ему просто он схватился за правый глаз а я его раз в эту в баночку закрыла и спрашиваю а что случилось с его глазом считывается он говорит я цельнозор я отвечаю что я знаю спрашиваю что случилось с его глазом он говорит она меня уколола чем и я вижу эти шарики к нему полетели я говорю не она тебя уколола а немедленно убирай все твои претензии к Наталье Гончаровой и к ее этому воплощению к Лилии я приказываю ему по конам нашего всесвета живого убирать все воздействия от нее она отказывалась и отказывается воспроизводить демонов я слышу то есть вызывание духов это как рождение воспроизведение демонов приказуем это Майлии пусть забирает все его воздействия его руками все претензии к карму пусть забирает вот он как каркас выглядит его энергии уже вообще там нет только этот дух Люцифера который внутри вот это он как каркас удерживает я слышу энергии живых а люди как ненормальные ходят как на убой я передаю чтобы Наталья нашла ее энергию вот она нашла там у него в нижних чакрах она как тряпочка вся такая выжитая я передаю информ и она вот берет и вот так рассматривает ее и она наполовину серая наполовину черная я слышу искаженная реальность сейчас я посмотрю что это а он хотел что-то сделать этот Илья руками с этой пробирки продвигается а я ему завязала руки приказываю сидеть смирно и убрать любые воздействия мы его знаем и я его вижу я слышу вот смотрю на эту штучку искаженная реальность я вижу что это я слышу плоский мир воспроизведение реальности а он как бы надувает знаешь как шары надувает вот так вот это эгрегор вместе срабатывает чтобы подстраивать я слышу ключевые ситуации вижу эти сны этот мужик и этот зверь и другие сны ее просто бомбардируют бомбардировали пусть лилия приказывает забирать все ее воздействия наваждения все эти махинации каждый сон пусть забирает применяет на нем же я вижу как она просто ему вот так отдает эту тряпочку рассмотрела и вот отдает потому что это не ее и оно ему возвращается как третий глаз а ее энергия у него из нижних чакр он образно говоря в эфирном пространстве всех тратит а все радуются понимаешь это вообще кошмар какой вот и она забирает свою энергию и она такая как плоская как это как летучая мышь растянута я ей передаю чтобы она вернула всей своей энергии чистоту гармонию святость и убрала все я слышу сооружение антимера то есть эти конструкции и вернула себе радость жизни гармонии и процветания и вижу в этот момент вот эта игла которая там была у этого люцифера она как будто бы вот так стояла она как шила вот такое и гладкое на таком шарике а это ее божественный дух считывается центр вселенной это центре ее вселенной я вижу что каждый человек в эфирном пространстве в духовном плане он творец и он сотворяет свои вселенные и вот этот дух сила воспроизведения божественных миров по собственному плану гармонии он вот под этой иглой смерти и она эту иглу смерти слышу опровергает и она просто как ломается и эта энергия считывается счастье выходит с этого эгрегора я передаю чтобы она приказывала всем интерферентам убрать все их воздействия я прям слышу как складывают вещи эти демоны знаешь как шарудят как листами убираются с ее пространства я ей передаю что они находятся все в секторе магии она может их сжечь и она все это огнем сжигает и все это уходит в портал на утилизацию и вижу как Рецифер получил карму вот в его глаз левый точно так же как Илья получил вот и этот получил я пользуюсь моментом передаю информацию Моне нужно ли ей и всем людям которые в нем там находятся и говорю чтобы Лилия передала информацию по своим энергетическим потокам всем тем душам которые поглощены в этом Илье а он на самом деле никто он просто конструкция для пожирания других живых душ и пусть получает карму мы отказываемся гадить разрешать гадить в нашем живом пространстве пусть все эти гадости эзотерику мистику обман ложь насилие убирают и применяют к ним же поконам творцов все и лилия выходит я вижу как этот портрет разбился и она говорит идет информация что освободилась от духов преисподней я передаю чтобы она восстановила целостность ее энергоструктур радость гармонию и очистила все ее живое пространство от чужеродных энергий программ чипов имплантов от всех тех событий пусть стирают все эти события где она принимала решения противоречащие к нам жизни процветания поднимается вверх вижу седьмую чакру я передаю ей чтобы она обратила внимание и очистила вот она снимает окончательно эти трусы эти импланты и эти трусы убираются вместе с этой чакрой конструкция на чакре черная я передаю чтобы она очистила все ее пространство какой-то проявляется каркас какого-то розового цвета что это за каркас что это за энергия вот как порезано как порезано есть такая штучка как яблочки режет там тык и она порезала сейчас я посмотрю что это она считывается вот это как чужеродное тело тело болезней и подключка от этого тела идет каким-то упырям и в секторе магии находится упырь приказывает колдун колдун приказывает отвечать кто он такой говорит дух люцифера приказом отвечает что он делает в пространстве лили он говорит что он ее убирает из жизни а что это за чужеродное тело болезни как это относится к нему это ему принадлежит он творец этого он вдохновитель этого он вдохновляет что это вообще как это когда лилия приняла это в ее пространство где ее соглашение но я вижу когда она собиралась идти на воплощение я слышу принятие вид смертных так ну что она согласилась когда принимала этот вид смерти что это вообще обозначает на что она согласилась по одному вопросу что она согласилась я слышу поиграть и вижу как почернели ее пальцы и вот так какой-то шарик здесь поиграть этими пальцами этот шарик вот какие-то демонические страсти и вижу книга такую она берет раскрывает такую огромную книгу и говорит вот мой проект и показывает в этой книге и такая черная точка от этой черной точки вот она показывает сектор первого творца миссии идет такой луч сияющий она там сияется прям как огонь белый такой говорит мое решение прийти в смертную жизнь на что она согласилась она говорит принять вид смертных и как будто бы одевает вот эту полосатую штуку ее энергосфера становится вот так как запечатана в эту конструкцию жесткую я слышу рамки смерти и вижу тело которое портится стареет искажается что спросил зачем не было это нужно поиграть в эти демонические страсти я слышу ответ разрушить зло каким образом она запланирована разрушить зло говорит отказаться умирать отличная цель принимать отказаться принимать смерть как данность как реальность это навязанная программа это не реальность хорошо пусть Лиза идет в этот момент откажется принимать парадигму смерти чужеродную реальность так сейчас надо посмотреть с кем она подписала этот контракт кто вторая сторона контракта приказ проявить согласно эфирная днк в его пространстве кто-то там смотрит как будто бы потерял что-то кто-то там смотрит приказываем отвечать кто он какой ой какой смешной то рога себе приделает то хвост там внизу уходит уменьшается очень сильно падает падает в портал а вот этот первотворец типа который называется первотворца первотворец этого ларца смерти да да есть у этого первотворца смерти частички души лили он психует говорит что она отдала ему ее тело какое тело портящейся он говорит что он любит гниль что ему нравится умирать говорит что дошел до дна я думаю он окончательный смерть примет так какой контракт с ним у лили о чем она договорилась с ним стать смертной вернуть какой-то козырь что это такое за козырь вот это идет карта бита она говорит ее желание решение стать живой и показывает как вот это как эту штуку перевернуть она говорит общается как бы с ними говорит я была с тобой а теперь отдельно хорошо если отказывается от этой смерти приказывает люциферу брать все его подставы все его ложь и обман хочет смерть пусть забирает это все его эти энергии она вот так делает это изнутри говорит я удаляю око смерти и вот эта энергия как этот как жемчужина которая под иглой было возвращается к ней и эта конструкция ломается и когда она поломалась она стала тюрьмой вот я вижу секторе магии вот этот илья с бородой длинная борода у него как это как это из и с русланой людьми и этот колдун в этой конструкция оказался и тормошит ну как заключенные в этой конструкция вот это вот это его это настигла карма в пространство и и и и и и и умный, который срезает с нее такие черные энергии, чужеродные. Я ей передаю, чтобы она вытолкала все программы смерти из ее пространства, освободила место для энергии жизни, гармонии и процветания, вернула вспять все процессы омоложения и оздоровления и убрала все причины, эзотерические причины инфекционных заболеваний, грибки, вирусы и так дальше, и очистила ее божественное пространство, эфирное и физическое тело. Вот энергии разрушения я отправляла все энергии смерти и разрушения к антимиру и возвращалась к первотворцу жизни, гармонии и процветания. Ну и она говорит, я здесь, я вернулась. В эфирном пространстве произошло все, я передаю, чтобы она очистила все ее живое пространство, наполнялась света, молодостью, гармонией и красотой. Угу, хорошо. Отлично. Очищаем пространство, закрываем порталы, все чужеродное отправляем в портал, закрываем порталы, поднимаемся вверх. Да, я передаю Лиле, вот этот, еще на каком-то уровне этот, Илья, чтобы она отказывалась верить, доверять ему и демонам через него. И пусть приказывает убирать все подключки к ней и запрещает просматривать ее эфирное ДНК в любых измерениях, пространствах и временах. И он показывает, что у него пустые руки, ничего нет. Хорошо. Так, очищает все пространство, как от секла этого угоря. Угу. И вижу, как он улетает в сектор интерферентов и за собой тянет такой шлейф, который тянется в сектор первого творца и закрывает будущее. То есть ее будущее уже раскрыто и открыто формироваться по ее замыслу. Вот это и означает просыпание творцов. Хорошо. Хорошо, он должен отлично. Так. Посмотри, Виктория, вот эти причины давления, которое у нее постоянно скачет. Если еще старость. Вот эти все причины, это все вместе. То есть эзотерическая причина, это принятие смерти, убрано это. Угу. Хорошо. Сейчас нужно работать с телом. Угу. Хорошо. Здоровое питание, здоровое настроение. Все получится. Хорошо. Спроси тогда у Лилии, все ли мы сделаем для нее на этом сеансе? А, вот. Она говорит о папе. Угу. Передадите информацию. Так. Давай посмотрим, где находится папа, в каком пространстве. А имя? Кого искать? Так, как бы Лилии написать имя. Есть листочек бумаги? Написать в чат. Сейчас сообразить. Потому что какой-то Миша пришел. Так. Василий. Так. А что это за Миша? Какой-то Миша пришел, но я не вижу, что он какой-то имеет желтый цвет. Хайна программа. Тянется из сектора духов. Так. Давай спросим у Миши, какое он отношение имеет к Лилии? Он говорит, она меня вызывала. Когда? Что это? Он говорит, с шариками. Показывает эти черные шарики. И он показывает вот так. Он стоит в секторе магии. О, друг Ильи. Говорит, я тебя вижу. И он говорит, вы все у меня здесь. И вот так показывает. Лилии отказывает. Хорошо. Пусть Лилии отказывается вызывать этого Мишу. Всякие дела с ним иметь. Пусть приказывает ему Миша покинуть ее пространство. Все воздействия. Этот Миша пусть забирает. Карму. Полетел вниз. Я ему передала, что Лилия отказалась. И в эфирном пространстве такого события нет. Никого она не вызывала. Никогда. Все. Она стерла со всех информационных полей. Такого нет. Не было. И не будет. Все. Так. Слышу Василий. Он говорит, мы здесь. Мы. Кто это мы? Он каком-то. Он вот так кого-то держит как будто бы за плечо. Нет. Это вот Василий. Он. И какой-то дух черный, который держит его вот так за плечо. А он такой какой-то очень подавленный. А я ему передаю информацию, что его дочь передает ему информацию об освобождении. И я ему передаю, что вот он увеличивается, что он может отказаться быть подчиненным этих программ, духов. и освобождаться. И подниматься в самые высокие пространства к живому духу. Вот он как-то поднимается. Я передаю, чтобы он вернул всю его энергию, если он хочет. и зашел в те пространства, в ту реальность, которую он хочет. Где отдыхают души. Я говорю, что он может себе позволить все. Где отдыхают свободные души. Никто не имеет права, я слышу, преградить ему дорогу. Потому что он божественная душа, и все дано по его священной воле. О! И он поднялся и стал уже как за руку взял лилию. Она ему машет рукой, а он уходит дальше. Я ему передаю, чтобы он закрыл пространство за собой. Угу. Да, теперь он свободен. а я все эти конструкции чищу. Они ко мне претензии выставили, но я показала аспекты. То, что мы говорили с они претензии к лилии выставляют, что она украла какую-то пешку. Чего это она украла? Я им передаю, что они украли все, что имеют, и по конам сессии ту живого, пусть получают карму и отдают все украденое. Угу. Все души украденые, да. Приказываем это сделать. Да. Энергосфера лилии прозрачная, шарообразная, показывает какую-то подключку к позвоночнику, я слышу. Где-то сзади идет. Угу. В секторе магии какой-то анабад, как в бубен какой-то шаман там скачет. Угу. Кто это в секторе магии находится, приказываем проявить согласно физической ДНК. Угу. Какая-то я слышу в чтении книги. Шаманизм какой-то. Так, кто там находится, приказывает там кто в секторе магии проявиться, отвечать, кто он такой. Лилия говорит, мои занятия лирикой. Угу. Какой лирикой. Так. Я передаю информацию, что ее рациональная часть отказывается от любого чтения, от всех чтений вредоносной литературы, игр, любых действий. Она очищает ее пространство и в каждый момент своих приносит решение созидать, быть в согласии с конами жизни. Угу. Да, уходит, говорит вот так, ухожу. Угу. Я передаю, чтобы она выталкивала все подключки, все каналы утечки, энергии, возвращала всю энергию из всех тех решений, где она ее теряла. и вот она подносится вверх, считывается возносится, вознесение. Вот она возносится вверх. Угу. Я слышу, что открывает ларец жизни. Заходит как сектор первотворца. Угу. Я вижу, как она говорит, как будто в зубах держит такую нить, что вот этот был привязан как тело физическое, вот этот шнурок этот нить. Это нити с такими вот, как шарик разрезанный на дольки. Она говорит, что отказывается участвовать в магии уничтожения тела. Я ей передаю, чтобы она вернула жизнь и гармонию своему физическому телу и убрала все коды смерти из него, восстановила генетику жизни и процветания. Угу. Она говорит, мы скоро все войдем в новый мир жизни. Угу. Радости будет. Да. Благодарит теперь нас и уходит. Угу. Ну, ладно. Хорошо. Ну, все, тогда прощаемся с ней. Да. Отсоединяйся в Викторию от всех и всего. Угу. Проверяй твое личное пространство. Все хорошо. Угу. Наполняем все энергии жизни, любви, гармонии, света. Угу. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваешь, и будешь себя чувствовать великолепно. Один, два, три. Возвращайся. Возвращайся, да? Ребята, все смешно. Угу. Вроде все получилось, да? Да как это вроде? Конечно, получилось. У меня что-то не хватало у тебя, спектра не хватало, да, может, не все получится. Ну, смотрите, то, на что вы, да, на то, что вы обратили внимание, то именно и, ну, так оно и работает. То есть, самое важное, самое важное. Спасибо, ребята, большое. Спасибо, я даже не ожидала, что еще где-то там с Пушкиным что-то еще осталось. Ну, вы думаете, что, когда мы освобождаемся, то они очень сильно радуются? Да я понимаю. Конечно, нет. Я понимаю. И что они, Путину сказала Украина, нас не надо спасать, мы не хотим, уходите. Они ушли? Нет. Они не ушли, их нужно выбить. А нам что? А нам то же самое, нам нужно эту все гадость просто выбить, выбить, проявлять волю, забрать свое. Никто не имеет права вторгаться в пространство чужого, другого человека, пространство другой страны и так дальше. Мой дедушка был очень умный, мудрый человек. Когда он умер, пять дней его не хоронили, как в мавзолее люди со всех окрестностей приходили, с ним прощались. Он как скажет, все становилось на свои места. И он тогда говорил, он говорил так, у кого нет чести, тот и отнимет у другого, отнимает у другого. То есть он понимал, не будучи психологом, как оно работает, что все в двухстороннее. Вот смотрите, как первотворец еще первотворец выискался. Правильно, почему он первотворец? Он таким хочет быть, он хочет доказывать, потому что он украл души людей, а раз он украл, значит он говорит, что они его, и поэтому он имеет право быть первотворцом. Путин то же самое. Путин президент всего мира. Ленин мечтал о чем? Захватить целый мир, распространить эту заразу по всему миру. А в Библии написано треть планеты стала красной, покрылась кровью. Вот. Назвать можно как угодно, но суть не меняется. Вот. Хочу посмотреть Многочарову. Вот красавица, на черты лица еще хочу посмотреть. одно лицо. Ну вот. Одно лицо. Те же брови, те же глаза, нос, ротик, волосы. волосы. Я же художник, понимаете, я же вижу, как устроено все. То есть, это поразительно. Не просто сходство, а это одно лицо. Вообще одно. Вот она, хорошая фотография, какая. Ух ты. Сейчас сделаю скриншот. Вот здесь прям Виктория, она же рано очень умерла. 51-52 года. От воспаления легких. Простыла. У меня тоже было воспаление легких. 14 лет. Ну, вот так вот, прямо одно лицо. Вот это фотография. Ну, что-то может быть есть. Давайте, Лилия, настраивайтесь на обмоложение. Ну как, на сеанс не надо еще прийти? Как там? Как будет? Как будет, да, дальше? Как захотите. Это все по желанию должно быть. Я понимаю, да. Никакой обязаловки нет. Не-не-не, я понимаю. Знаете, как в Библии написано? Там же на самом деле описана вся эта система очищения человечества. И написано, как жгучее такое желание, которое вот просто человека жжет изнутри и говорит надо, надо, надо. Ну, это я так своими словами передала. Это тот дух надо, 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 который вот и руководит нашим освобождением. Ну, а миссия? Миссия должна тоже заключена быть? Ну, миссия заключается в том, чтобы каждый очистил свое личное пространство, потому что каждый человек это центр вселенной, его вселенной. Нам кажется, что мы никто, ничто и зовут нас никак. На самом деле мы творцы. Мы когда-то сотворяли эту всю вселенную, эти все миры, галактики, деревья, животных и так дальше. Каждый свою роль играл. А сейчас мы, хотя и захвачены и пашем на чужих огородах, но проявляется творчество в том, как мы формируем свою жизнь под нашим уже желанием. То есть, все события, которые происходят в нашей жизни, они на самом деле по нашей воле происходят. Не всегда эта воля, это свободная воля, но по нашей воле. И когда мы это начинаем осознавать, очищаться от тех, кто захватил нашу волю, то жизнь начинается, в жизни начинают происходить события, те, которые мы хотим, к чему мы стремимся. И так проявляется. А вот как родственники мои, как у меня папа освободился, а остальные как мне помочь? Передали информацию. Это да хватит, да? А то может еще надо. Ну, смотрите, это вопрос такой, потому что каждый сеанс, он происходит, когда человек к чему-то уже готов, когда его какие-то эти ситуации подводят, и он направляет свое внимание именно в ту точку, где нужно решить какой-то вопрос, где именно в чем его миссия. Некоторые приходят, целый рот освобождают, некоторые, а может мы как раз в этом роду были, и как раз эту информацию получили. Кто-то именно своего сына на ребенка, кто-то еще, то есть у каждого свой аспект. И оно так получается, что к чему мы готовы, к чему мы стремимся, то и происходит. это благодарю большую, благодарность большая. Ну, мы вас очень благодарим. Сеанс очень интересный, очень интересный сеанс, как это все работает, конечно, то есть вот почему они говорят, вот эти, что миром управляют символы, миром управляют, вы слышите, что они говорят, даже нужно слушать, то есть те, кто захватил души человеческие, управляют душами через символы, вот эти символы цельнозора, символы другие, пятые, десятые, это все, все управляют символы, потому что символ что делает? Он сигнализирует, символизирует что-то, что-то, что-то он символизирует, то есть он привязан энергетически с каким-то смыслом, с каким-то событием, с каким-то эгрегором, с чем-то он связан. И это точно так же, как люди могут, например, освободиться, если у них в доме находятся какие-то символы, еще что-то. И это настолько важно, когда мы спасали нашу одну девочку, вот она к тому, что короче, поехала на Бали и там у какого-то искусника купила какой-то символ. А так как ночью мы ее спасали, мы ее спасли от смерти от этих демонов, потому что над ней ритуал вуду делали, я ночью увидела очень явно во сне такой символ вот этот. Я звоню ее маме и говорю, что есть, вот оно выглядит, не знаю, как будто бы кусок кожи какой-то, что-то вот такое, и там что-то. Она меня забрала, мы поехали в квартиру этой девочки, мы не могли часа два найти, а я говорю, ищи, ищи, потому что такого не может быть, чтобы это просто я так увидела, если я что-то увидела, значит, это есть. Вот, я там проверяла энергетические, и половину из тех статуэток, которые у нее там были, мы повыбрасывали, она дала разрешение, вот, а это мы не могли найти, и через два часа ее мама говорит, Вика, иди сюда, я нашла, и она отшторивает штору, а там за шторой висит этот амулет, вот, и мы рассматривали его, и через этот символ, какой-то там был нарисован, был открыт портал, и через этот символ притянулся в ее жизнь именно тот человек, который хотел занять место ее будущего мужа, ее родственной души, который колдовал, вот, поэтому все эти символы, это вся магия, это все очень опасно, а оно сейчас настолько распространено, что девочки маленькие, 14-12 лет, они гадают на суженных, они что-то прелюбливают, и этой гадости везде полно, я даже не знаю, что это нужно сделать, чтобы это все разрушить, это точно нужно вмешательство первого творца, чтобы это положить этому конец, ну что, разбегаемся по норкам, спасибо большое, вам всего здоровья, счастья, вам тоже, успех, удачи, удачи в всех ваших делах и наших делах, наши дела очень важные, самые важные, чтобы у нас все получилось, и мы помогали бы вам, все получается, все идет как нужно, хотела бы еще помочь, что если надо помочь, что-то, да, потому что, когда мы освобождаем себя, мы освобождаем других, человек, который сам не свободен, он не может освободить других, хорошо, Лиля, всех благ вам и вашей семье, всего доброго, благодарим вас, пока-пока, и субтитры。 .-